Ручка зонтика опускается до земли. Мостик до неба загогулина. Вверх буквы О или другой круглой буквы я называю горбик. Горбик. То, что внизу, чашечка. Чашечка. Здравствуйте! Сегодняшний наш видеоурок я хочу посвятить развитию письма. Как поэтапно подвести ребенка к написанию букв и слов? Невозможно переоценить значение развития навыков чтения письма у особенных детей. Эти основы начинают формироваться, закладываются еще с момента развития мелкой моторики. Формирование пространственного восприятия, понимание форм, больше, меньше, расстояние, дальше, ближе. Также важно понимание и развитие ритмического ощущения. Все это напрямую влияет на поведение и мировосприятие ребенка. Помогает ему в понимании, что такое буквы и слова. В данном видеоуроке я хочу показать родителям один из способов работы с вашими детьми от простого к сложному. Не переживайте, если что-то не получается с первого раза, это нормально. Желаю вам удачи, у ваших детей все обязательно получится. Итак, сегодняшнее занятие мы начнем с простых форм, которые вы уже видели. Очень хорошо разогреваться и начинать упражнения с таких финтифлюшек. Правой рукой и левой рукой. Также хорошо менять направление. Вы можете спросить, зачем тренировать левую руку. На это есть довольно простой ответ. Использованный, найденный в практике. Те формы, которые сложны в написании правой рукой, прописанные левой, правой рукой, прописываются гораздо проще. И такие восьмерочки. Угу. 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 Так же хорошо развивается ощущение пространства в листе. Такими нестандартными упражнениями. Смотрите продолжение в следующей серии. Также хорошо развивает наши способности рисования каллиграфических форм двумя руками. Смотрите продолжение в следующей серии. И рисование их разных размеров и в разных направлениях. Не все взрослые могут выполнить эти упражнения так же легко, как я. И естественно детям это тоже непросто. Поэтому на первом этапе я советую взрослому нарисовать форму на доске и предложить ребенку обвести ее своей рукой. Или же если это бумага, то нарисовать по возможности большом листе карандашом и предложить обвести форму фломастером. Также хорошо заворачивать привычные формы в круги, в спирали и в змейке. Вот наша знакомая финтифлюшка превращается в цветок и можно окружить ее орнаментом из той же финтифлюшки или другого уровня лепестки. Как это можно назвать? Смотрите продолжение в следующей серии. Также из этой простой финтифлюшки может появиться и гигантская улитка. Даже не влезла. И похожий вариант с восьмеркой. Все эти упражнения помогают расслабить руку и настроиться на следующий этап. Для лучшего понимания, каждому элементу в упражнении дается свое название. Обычные прописные линии я называю небом и землей. И каждый элемент упражнения мы с ребенком проговариваем. От земли до неба. От земли выше неба. От неба до земли. От неба до земли. От неба под землю. От неба под землю. Такие выражения помогают ребенку запомнить код движения. И хорошо, если это звучание будет как можно более музыкальным. Также для многих детей бывает большой проблемой нарисовать обычную букву О. Обычный нолик. Тогда мы разделяем рисование этой буквы на такие простые этапы. Вот верх буквы О или другой круглой буквы я называю горбик. Горбик. То, что внизу. Чашечка. Чашечка. Горбик. Чашечка. Горбик. Чашечка. Осталось только соединить эти элементы. И мы называем их немножко по-разному. Можно назвать их как пузико налево, пузико направо. Или радуга на бок упала налево, радуга на бок упала направо. Заодно мы еще проговариваем стороны. Также в написании прописных букв нам встречаются элементы с острыми краями. Мы их называем зубками. И в случае, если ребенок ошибается в своем рисунке, например, рисует какой-то острый край у буквы О, мы говорим, тут же должен быть горбик, почему здесь появились зубки. И тогда он понимает, о чем мы говорим, потому что мы уже отработали вот эти плавные движения, ощущения горбика, а здесь совсем другая форма. Еще одним элементом в буквы написания являются ушки или зайчьи ушки. Зайчья ушка выше неба. Зайчья ушка под землю. Зайчья ушка поднимается выше неба. Зайчья ушка под землю. Зайчья ушка выше неба. Следующим элементом у нас будет ручка от зонтика. Ручка от зонтика, ручка от зонтика влево, ручка от зонтика вправо, ручка от зонтика вправо. А также ручка от зонтика может превратиться в шляпу. Также ручка зонтика может превратиться в шляпу. И в завершение загогулина. Они встречаются в таких заглавных буквах, как У и Ч, или в прописной букве Р. Загогулина выше неба. Загогулина между небом и землей. Загогулина выше неба. И когда элементы, составляющие буквы, прописаны, музыкально изучены, мы можем приступать к написанию самих букв. Ручка зонтика от земли и выше неба. Палочка до земли. Зайчье ушко. И буква А. И если для ребенка нетрудно нарисовать нолик или буковку О, то мы можем, или овал, в зависимости от того, как мы для него это называем, Можем говорить, что овал, зайчье ушко и хвостик. Овал, зайчье ушко и хвостик. Если нарисование овала затруднено, тогда мы проговариваем. Рисуем горбик, пузико, чашечку, зайчье ушко и хвостик или ручку зонтика. В зависимости от того, как более приятно. И возьмем, например, букву Л. Ручка зонтика выше неба. Острый зубик и ручка зонтика. Маленькая. Ручка зонтика до неба. Ручка зонтика до земли. Ручка зонтика выше неба. Ручка зонтика до земли. Ручка зонтика до неба. Ручка зонтика до земли. Ну или букву О. То есть мы большую поднимаем выше неба до земли. Мостик до неба. Поднимаем опускаемся до земли. Выше неба горбик. Пузико направо, пузико налево. Мостик до неба. Мостик до неба горбик. Пузико, чашечка, пузико. И сейчас давайте посмотрим, как эти приемы помогут нам написать букву Г и букву П. Ручка зонтика летит над небом. Ручка зонтика опускается до земли. Мостик до неба загогулина. Классное слово, всем нравится. Ручка зонтика летит выше неба. Ручка зонтика опускается до земли. Мостик поднимается до неба загогулина. Да, и буква Р. Ручка зонтика опускается до земли. И шляпка. Только такая завернутая. Мостик до неба. Палочка под землю загогулина. Ручка зонтика опускается до земли. Круглая шляпка. Мостик до неба. Палочка под землю опускается. И загогулина. Сейчас я вам покажу, как можно усвоить данный материал немного другим способом. Можно прочувствовать и понять многие упражнения через обычную простую веревочку. Хорошо, если же у вас их будет несколько и разных цветов. Это будет гораздо интереснее и веселее. Можем начать с простого нашего базового упражнения. Любимая всеми детьми финтифлюшка. Так вот она смешно называется. На первом этапе хорошо ребенку форму нарисовать каким-нибудь простым карандашом, чтобы это было не очень ярко. Но также обозначить небо и землю, чтобы были границы. Вот через такое упражнение ребенку будет проще и легче воспринимать расстояние и дистанции и толщину некоторых форм. Чем больше разных материалов и форматов мы используем, чем легче проходит обучение. Мы можем рисовать мелом на доске, палочкой на песке, лепить буквы из пластилина. Все, на что способна ваша фантазия. Субтитры создавал DimaTorzok